Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Будет здорово вспомнить их с вашей помощью. Ну а раз у нас здесь тема первой части нашей программы заявлена как советы стилиста, должен был быть здесь у нас в студии стилист. А он и есть не просто стилист, а мастер международного класса, топ-стилист Иван Артемьев. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Ну что, давайте, наверное, сегодня у нас какая-то такая интересная тема. Мы и про кино говорим, и про какие-то удивительные перевоплощения и так далее. Хочется, наверное, начать с основ. Топ-стилист, мастер международного класса. Как так вообще случилось, что вы пришли в эту профессию? С детства ли мечтали? Я вот челки куколам стригла, да? Кто-то там как-то еще перевоплощался. Что было у вас, интересно? Какая история? Нет, ну у меня получилось совершенно случайно. По совету друзей я решил попробовать себя в творческой стезе. Вообще, в принципе, у меня было много начинаний различных. Я себя пробовал в различных направлениях. Это и медицины, это и педагогическая деятельность. Но и в итоге творчество все-таки взяло верх. И я сейчас вот добился достаточно хороших, таких больших высот в профессии. Ну а с чего начиналось это все? Пошли куда-то учиться? Да, я обратился в наш учебный центр школы Гаруса тогда. И мне вообще в жизни везет, к счастью везет. В том плане, что на моем пути жизненном всегда попадаются очень хорошие люди. Наставники. Наставники, да, очень значимые наставники, которым я прислушиваюсь, которые делятся своим опытом. И, соответственно, я уже набираясь своего опыта вместе с их опытом, уже как бы стараюсь нести в люди творчество. Но мы вас сегодня представляем как топ-стилиста. Многие себя скромно называют «я парикмахер?» Ну, парикмахер. Как вот правильно, и чтобы это было не обидно, и как вот верно различать? Может быть, у вас есть какая-то разница в этих названиях, в этих регалиях? Да, вы знаете, как бы много различных названий нашей профессии. Это и парикмахер, это и стилист, топ-стилист. И, в принципе, мы все несем красоту в людях, мы все несем одно. То есть сделать человека привлекательным, все его красивые, так скажем, черты лица, волосы и так далее, сделать еще более красивыми. Поэтому мы занимаемся одним делом. Единственное, что, конечно, кто-то более профессиональный, кто-то менее профессиональный, но это все зависит от каждого человека. Кто-то хочет повышать свои знания и навыки, а кто-то… Расти, да? Да, расти профессионально. А кто-то довольствуется тем, что получил базовые знания. Ну, а топ-стилист – это какой-то марки или топ-стилист – это вообще? Да, топ-стилист – это марки. Работая на определенную марку, человек достигает высот благодаря тому, что он очень хорошо разбирается в этой марке, очень хорошо разбирается в самой профессии, парикмахер, и готов поделиться своим опытом, наработанным опытом с людьми, то есть с парикмахерами, с окружающими. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если вдруг есть вопрос к нашему мастеру сегодня, к нашему топ-стилисту, к нашему гостю, звоните, не стесняйтесь. Но уже есть у нас звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Надежда. Надежда, очень приятно. Надежда, как часто вы входите в парикмахерскую, в салон? Редко. Алло. Да, да. Как часто вы ходите в салон или в парикмахерскую? Редко. Редко. А почему, если не секрет? Финансовые возможности. Понятно, но хотелось бы чаще, искренне вам желаю, чтобы в новом году, а он уже не за горами, эти финансовые возможности вам больше позволяли. Но сегодня у нас такой розыгрыш. От вас одно название фильма, где женщина, девушка, главная героиня изменялась внешне? Сериал «Красотка». Сериал «Красотка». Сериал «Красотка»? Может быть, он как-то по-другому назывался? Фильм «Красотка». Фильм, да, «Красотка». Да, фильм «Красотка». Спасибо большое за счету наш первый участник. Друзья, если вы знаете еще какие-то фильмы, где девушки так или иначе перевоплощались, становились лучше, красивее, звоните. Сегодня у нас на кону два билета в кино, в киноцентр «Вертикаль». Вопрос к нашему гостю Ивану. Ну вот девушки перевоплощаются так или иначе. Даже могу про себя сказать, что в этой жизни была и брюнеткой, и рыжей, и светлой, и милированной, и с длинными волосами, и с короткими волосами. Вот есть ли, я не знаю, какие-то идеальные стандарты, как вот приходит девушка, например, к вам садится и говорит «хочу челку», а вы говорите «ну не пойдет тебе крошка челку» или не говорите? Нет, почему? Всегда говорю, и я не буду делать, если я вижу, что у моей клиентки это будет некрасиво или модели. Так как я уже говорил, что мы несем все-таки красоту в людях, мы должны подчеркивать все, так скажем, красивые моменты в человеке, в личности. И испортить челкой лицо, конечно же, я не имею права и возможности, я потом спать не буду спокойно. Понятно, и совесть замучает. Конечно. Понятно, но тем не менее, вот такой вопрос, допустим, многие стилисты, топ-стилисты, тем не менее, выбирают какую-то свою стезю, да, кто-то исключительно стрижки, да, кто-то исключительно там какое-то, я не знаю, другое направление. Вот вы на чем специализируетесь? Ну, мне нравится создавать образы, то есть это сочетать и форму, и цвет. Ну, давайте по фото фотографии, которые вы приготовили к эфиру. Друзья, внимание на экран, фото очень интересное. Иван, за работой. Рассказывайте, да, как вообще происходит, может быть, вот этот вот процесс творчества. Да, это мастер-класс у нас, проходящий в Самаре. Мы моделей окрашивали и создавали новые образы, то есть эти цвета сейчас очень актуальны и очень популярны в мире шоу-бизнеса и вообще на подиумах. Мужчины также у нас не являются исключением. Это синенькое там что, осветление? Да, это было осветление, но оно очень гармонично смотрится и не создает какой-то диссонанс в личности. Также вот это преподавание уже мое в школах. Я преподаю и в Москве, в международной студии, в Краснодаре также в студии. И каково это, делиться опытом? Мне очень нравится, так как у меня образование педагогическое, в принципе, видимо, это заложено где-то, да. Учить, да? Учить. Мне нравится делиться опытом. Нравится. Я хочу, чтобы парикмахеры, которые приходят ко мне, уходили с большим багажом знаний. А получается так, что не дается кому-то? Ну, кому-то не дается, да. В этом случае мы, конечно, говорим, что попробуйте себя попробовать в другом направлении. То есть не в этой профессии. А был ли человек в вашей жизни, вот вы говорили про наставников, про мастеров, вот на кого равняетесь, чьи работы вызывают, не знаю, восхищение, хочется к этому стремиться? Кто эти люди? Ну, среди профессионалов очень много таких людей, но, как бы, изначально я хотела отметить, это моего наставника, самого первого, это Владимира Михайловича Гаруса, который помог мне, дал вектор развития, в принципе, понять, куда нужно стремиться в нашей профессии, чего можно достичь. Поэтому я ему очень благодарен, и он, как бы, является моим, наверное, кумиром-наставником. Ну, а так бывает иногда, что, например, вы кого-то увидели на международной сцене, на кого-то именно в таком общемировом плане равняться. Есть такие люди, есть такие мастера? Есть, но сейчас наша профессия, особенно на мировых подиумах, сейчас является, ну, как скажем, скажем, шоу-бизнес. И наша профессия переходит, да, больше в шоу. Да, очень много таких профессионалов, и среди русских, кстати, наши русские прихмахеры ничуть не уступают зарубежным, это миф, то, что там все лучшее, все самое хорошее. Я с этим в корне не согласен. Дело в том, что, если мы возьмем конкурсы, например, женских работ, то наши мастера занимают подиумы все, практически от первого до третьего места, не давая нашим конкурентам, как бы, взойти на подиум. Что касается мужских работ, мы также являемся одними из лидеров на мировой, так скажем, арене парикмахерской индустрии, поэтому у нас очень, как бы, хорошо развита парикмахерская индустрия, парикмахерская профессия. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если есть вопросы сейчас к нашему гостю, вы смело можете их задавать, когда еще такая возможность предоставится, чтобы в режиме реального времени посоветоваться, что-то спросить у топ-стилиста, может быть, какие-то у вас сомнения терзают, звоните. Ну вот, видим сейчас нетипичные, может быть, мужские образы. Да, это был небольшой, так скажем, эксперимент в создании мужских работ. Здесь было навеяно это шотландскими образами. Дело в том, что сейчас на мировых подиумах главенствует все-таки естественность и натуральность. Все стремятся к созданию более естественных образов, естественных, натуральных, то есть взятых из природы. Вот, но здесь как бы был один из экспериментов. Ну а, допустим, так бывает, что мастер иногда работает с подмастерьями. Есть ли у вас подмастерья? Да, есть. Я стараюсь, чтобы у меня всегда был помощник. Мне нетрудно делиться опытом, нетрудно быть наставником, поэтому я с удовольствием, если человек растет, он уже уходит в разряд мастеров, и беру нового наставника, беру, вернее, нового помощника, ассистента. Здорово. Ну а кто больше способен все-таки, мужчина или женщина, к вашей профессии? Такой коварный вопрос, потому что наверняка вопросы поварам задают, кто лучше готовит, мужчина или женщина, кто же все-таки лучше причесывает, так скажем. Сложно ответить на этот вопрос, потому что способности зависят, наверное, все-таки не от гендерной принадлежности, а все-таки, наверное, от самого человека. Есть желание, потребность, главное, к нашей профессии относиться с любовью. Если ты с любовью смотришь на то, что ты делаешь, если ты на работу идешь с большим настроением, то всегда будет все получаться и всегда будет здорово. Друзья, ну у нас продолжается по-прежнему конкурс. Мы разыгрываем пригласительные билеты в кино, в киноцентр «Вертикаль». Просим вас назвать фильм или сериал, где девушка, женщина, главная героиня, может быть, даже несколько. Такие фильмы тоже есть. Они меняли свою внешность в лучшую сторону, кардинально меняли свой образ, преображались. Звоните, называйте эти фильмы, будет вам счастье в виде билетика в кино. 202-11-22. Звоните. Ну а как часто, Иван, к вам ваши друзья близкие обращаются? Ведь субъективизм, он как бы хорош, но вот когда близкий-близкий родной человек просит, вот тут вот либо соврать, либо не соврать. Ну, соврать-то не получится. Правду говорите в глаза? Да. Ужасно выглядишь. Стригись, красись. Да, да. Серьезно? То есть можно от вас это услышать? Можно. Обижаются ли? Ну, нет, я стараюсь деликатно это делать, потому что обидеть человека, как бы, это самое легкое, что может быть. Поэтому, нет, я стараюсь всегда очень деликатно сказать, либо просто порекомендовать прийти, например, завтра, для того, чтобы я там кое-что подправил. То есть все так очень корректно получается. Да, очень корректно. Ну, у нас есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, как часто посещаете салон красоты парикмахерской? Примерно раз в квартал, примерно так. Скажите, пожалуйста, бывало ли так, что вы кардинально как-то сами себя изменяли и не без помощи мастера? Да, нет, не сама, с помощью мастера изменяла. Что было у вас? Расскажите. Ну, вот я иногда прихожу как по настроению и прошу поменять мне кардинальный стиль прически, так скажем. И как получается, вам все нравится? Получается. Нравится и выхожу с хорошим настроением. Спасибо. Я люблю имя, чем меня. Здорово, здорово. А сейчас что носите? Расскажите нам. Сейчас коре ношу. Коре. Ну, здорово. Наверное, вам идет. Давайте мы сейчас попытаем счастье. Все-таки и вы, в свою очередь, назовите нам какой-нибудь фильм или сериал, где героиня перевоплотилась. Вот один из моих любимых фильмов. Спасибо большое за участие. Друзья, дерзайте. Кто последнего в этой части назовет фильм или сериал, тот и победит. Так что можно звонить и не стесняться. Вот они, женщины, которые от настроения плохое настроение пришла, изменила себя. Надеюсь, как бы утром она не пожалеет об этом. Я знаю одну хорошую поговорку французскую. Если вы плохо выглядите, вы мытьте голову. Это вот, мне кажется, очень удачно. Какой совет женщинам? Стоит ли с плохим настроением приходить в кабинет, ну, как бы садиться в кресло мастеру? Почему нет? Некоторые приходят с плохим настроением, но уходят всегда с хорошим настроением. Мы призваны дарить все-таки эмоции. Не только цвет, не только стрижку, форму, но и хорошую эмоцию. Ведь очень важно, когда человек уходит от вас, вернее от меня, да, с кресла. Меня как мастера, моего кресла как мастера. Уходит с приподнятым настроением, уходит, можно сказать, ну, летит на крыльях. Это же здорово. Бывало так, что родится человек, девушка, женщина, хочу так, вы делаете по-другому, получается другой результат. Ну, совместно, естественно, как же вот я вот так вот. Как правило, так и бывает. Ну, как так вот, почему происходит такое? Человек себя не воспринимает как-то адекватно, а вы видите со стороны. Да. Дело в том, что есть особые приемы сейчас в нашей профессии. Это является одной из, так скажем, направлений науки. Я думаю, что рано или поздно парикмахерская индустрия все-таки будет признана неким научным направлением. Дело в том, что работая с человеком, мы опираемся не только на какое-то свое внутреннее чутье, но и опираясь на знания полученные, это консультация обязательно с человеком и диагностика волос, что лежит в основе, в принципе, создания всего образа. Ведь главное понять тон кожи, какой он теплый, холодный, насколько кожа насыщенная, какого она цвета. И уже опираясь на эти данные полученные, опять же, еще нужно узнать пропорции, какие у человека лица. И опираясь уже на полученные эти данные твои собранные, ты уже делаешь какой-то вывод и создаешь уже, так скажем, образ. Ну а вот мужчины у нас ведь тоже сейчас, ну не скажу, что все сплошь хипстеры и модники, но тем не менее потянулись, слава богу, все-таки в салоны красоты. Такие же они требовательные и капризные, как девушки? Да, очень требовательные и капризные. Иногда даже мне кажется, что бывает, что капризнее, чем девушки. Как вот тут вот, да? Ну, то есть очень деликатно относятся к челке, диктуют, какие челки по стричку, куда ляжут. Но мы всегда находим компромиссы, договариваемся и в итоге создаем действительно очень хорошие стрижки. То есть я не хочу сказать, что все такие клиенты, но встречаются достаточно требовательно, очень требовательно. Ну и это, наверное, как-то так подталкивает немножко и самому, возрасти повыше, как-то, не знаю, освоить какие-то новые знания, технологии, тем не менее. Да, да. У нас есть звонок, давайте принимать. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей. Андрей, очень приятно. Андрей, как давно вы последний раз были у стилиста-парикмахера в салоне? Нет, недавно. Что делали? Стригли все. А бороду не стригли? Нет. Понятно, но не доверяют, не все доверяют все-таки у нас мужчины бороду стричь профессионалам, а зря. Андрей, ну давайте ваш вариант. Какой же фильм вы назовете в качестве примера перевоплощения героини? Клятва. А что за фильм, расскажите? Я такой не смотрела, а может быть смотрела. Я смотрела фильм, там женщина-то, это разных обысков было. Перевоплощалась. Понятно, ладно, спасибо большое. Вот мы уже выяснили, красотка, служебный роман, клятва. Какой следующий фильм или сериал, где героиня перевоплощается в лучшую сторону, назовете, если вы будете последним в этой части нашего эфира, уже несколько минут у вас буквально остается. Звоните, дерзайте, может быть ваш звонок окажется решающим. Ну а такой вот как бы завершающий и в нашем разговоре вопрос, что же сейчас носят, что же сейчас модно? Было одно время полностью там выбривать себе виски, какие-то делать пряди, какие-то окрашивания невероятные. Что сейчас такое в топе для вас? Ну сейчас весь мир стремится к индивидуальности. То есть подчеркнуть индивидуальность каждого человека. И как таковых вот особых тенденций, да, именно вот носим только прямые волосы, или носим только кудри, как это было раньше, сейчас этого нет. Ведь мир шагнул далеко за свои границы. То есть мы не ограничиваемся сейчас только Самарой, не ограничиваемся только Россией. Создавая свои страницы в социальных сетях, мы общаемся с всем миром. И иногда перелистывая просто лист новостей, да, в какой-либо из социальных сетей, мы можем наблюдать образы из других стран, из других континентов. А ведь они могут быть абсолютно другими, абсолютно инными. Так они абсолютно другие и есть, зачастую. И кто-то очень смелый пробует эти образы на себе. Пройдя в этом новом образе по улице, тебя заметили и этот образ повторили. Хочу как она, а не как он. Да, абсолютно верно. И сейчас как бы нет таких жестких рамок. Сейчас все-таки индивидуальность. И здорово, когда на тебя равняются. И тебя берут как пример. Принимаем последний звонок на сегодня. Кто же этот счастливчик? Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Ирина, доверяйтесь стилистам, обращайтесь часто за помощью? Ну, конечно, постоянно. Приходилось кардинально менять образ как-нибудь? Ну, не часто, но приходилось, да. Ну, здорово. Давайте тогда ваш последний вариант сегодня. Какой же фильм, сериал назовете? Фильм старый достаточно, Золушка. Золушка, ну, конечно, ну, как же вы-то с него не начали, дорогие наши зрители. Это правильно, конечно же. Ваш вариант сегодня был последним, как договаривались. Билеты в киноцентр «Вертикаль» достаются именно вам. Во второй части также будем играть, но уже будут другие вопросы. Так что дерзайте, друзья. И вам, на свою очередь, благодарим творческих успехов, приятных клиентов и клиенток, чтобы все только, мне кажется, было во благо человеку и индивидуальность. Мне кажется, когда мастер об этом говорит, это дорогого стоит. Спасибо большое. Не переключайтесь, друзья. Впереди у нас не менее интересные гости, которые нас позовут и в кино, и в театр. В общем, куда-то, где весело, интересно и, на самом деле, куда стоит тоже принарядиться. Не переключайтесь. Хотя бы тысяч сто. Я не знаю, зачем. Для того, чтобы построить дом, уехать отдыхать, чтобы быть счастливой, конечно. Для счастья. Наверное, очень много. На что бы потратила. На благоустройство своей семьи и себя. Может, даже и города, раз их так уж много можно было бы. Не знаю. Это очень сложный вопрос. Не могу сказать точно. Много не надо. Тысяч пятьдесят в месяц хватило бы, и было бы нормально. Денег много не бывает. Боже, чем больше, тем лучше. Ну, какая сумма-то? Ну, пятьдесят тысяч. Вот сейчас их приемлемо еще. Можно и пожить, что-то купить. На пенсии не проживешь. Счастье, наверное, в деньгах у нас не измеряется. Счастье у нас все-таки где-то в душе глубине. Ни много, ни мало. Среднее. Ну, тысяч пятнадцать-двадцать на человека в семье. Я думаю, для счастья деньги мне нужны, если честно. Ой, какое счастье 83 года. Лишь бы здоровье. Для меня счастье – это здоровье. Ой, много. Много. Ну, миллион бы. Был миллион. Хорошо бы. Счастье было у меня. Счастье вообще-то разное бывает и понятие. Ну, может, мне лично, может, миллион бы хватило. Говорят, счастье не в деньгах. Я не знаю. Нам, пенсионерам, очень мало надо. Для счастья вообще деньги не нужны. Что нужно для счастья? Ну, это сложный вопрос. У каждого... Ну, счастье – это вообще выброс андоморфинов. В кровь резкий. По крайней мере, так воспринимается очень. Можно предсвращать открытия научные. Можно влюбляться. Можно заниматься путешествиями. Можно заниматься искусством. То есть много прекрасных вещей, которые делает человек счастливым. Ну что, друзья, будем красивы. И на самом деле, мне кажется, каждый день можно устроить себе небольшой праздник, небольшой какой-нибудь поход, культ-поход, как раньше говорили, как сейчас говорят. Вот и мы вас сегодня приглашаем в кино. Не пойти ли нам в кино, не пойти ли нам в театр. А здорово, когда они вместе с собой переплетаются, как-то взаимодействуют. И уж можно принарядиться, как говорится. И самое-самое интересное, все свежее. В общем, сегодня нам расскажут наши гости. Давайте знакомиться, встречать управляющую киноцентром «Вертикаль» Екатерину Шарганову. Здравствуйте. Здравствуйте. И пиар-специалисты этого же киноцентра Катерины Первого. Здравствуйте. Много новостей у вас всегда. Заходишь на сайт, и глаза разбегаются. И куда сходить, и что посмотреть. Но, тем не менее, всегда удивляете. Буквально вчера у вас был аншлаг. Что было, рассказывайте, и почему решили этот аншлаг опять повторить? Вчера с большим успехом прошел уже третий в этом году повтор великолепного спектакля, потрясающего «Гамлет Камбербэтч». То есть в октябре мы показали этот спектакль в прямой трансляции одновременно со всем миром, с Великобританией. То есть это такая была всемирная премьера, она прошла в режиме онлайн. Я не попала, билетов не хватило. Билетов действительно всем желающим не хватило, поэтому мы повторяем этот спектакль вновь и вновь. Вчера с большим аншлагом в двух залах сразу прошел показ. Соответственно, все, кто хотели, успели вчера посмотреть. Но, например, у нас повтор спектакля будет еще 19 декабря. Там уже билетов нет, поэтому мы буквально сегодня перед эфиром согласовали на 21-й еще дополнительный сеанс. Я думаю, что мы сегодня его как раз откроем. Все хотят, все звонят, и друзья, и знакомые. Такое, на самом деле, очень обсуждение бурно именно этого спектакля. Что же нам такого? Потрясающая, потрясающая игра актеров. Это, конечно, в первую голову. Там не нужно декораций, не нужно каких-то вычурных одежда. Просто посмотреть на потрясающих актеров – это достаточно. Стоит сказать нашим зрителям, что если вы не знаете языка, вы не сломаете себе голову, идут субтитры. Да, то есть все показы проходят на языке оригинала. Если это британский спектакль, он на английском языке с русскими субтитрами, которые достаточно крупно изображаются на экране, то есть можно их читать. Причем это нисколько не мешает процессу просмотра спектакля. Если это опера, например, то опера у нас проходит как на итальянском языке, как на немецком. Можно подпевать. Все это с субтитрами. Сидеть с субтитрами, фактически так и делать. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если есть какие-то вопросы, может быть, пожелания, может быть, что-то хотите спросить у тех людей, которые управляют вашим любимым кинотеатром, дерзайте в режиме реального времени, это можно сделать. Вы только сейчас обсуждали перед выходом в эфир, что здорово было бы напоминать о том, что какой-то спектакль так или иначе идет. Не забудь, что ты сегодня идешь в кино. Знаю, что у вас еще практически через недельку намечен спектакль «Кориолан» 30 ноября. Пьеса тоже Шекспира. Мы сейчас давайте посмотрим на эту душераздирающую афишу, которая, мне кажется, всех так или иначе зацепила. Ожидаете, я так понимаю, тоже на путь. С нашелагами идут эти, в том числе, спектакли. Это уже очередной повтор, потому что неизменно собирают полные залы, мы даем дополнительные сеансы, дополнительные даты, потому что, на самом деле, очень много желающих. Мы вообще проектами театрального сезона работаем уже почти два года, и с каждым месяцем все больше людей узнают об этом. И если раньше на какие-то такие топовые спектакли собирались полные залы, а остальные были, может быть, половина, то сейчас, безусловно, практически каждый спектакль идет аншлагом. Мы даем дополнительные. Мы переводим из маленького зала все спектакли. Большой, да, премьерный зал. Почему такая любовь вот интересна? Люди устали от обычного кино, в кино, хотят театр в кино. Дело не столько, наверное, в кино, а в том, что британский театр, он отличается от нашего. Как ни крути, это другая подача, да. И даже мы, если будем говорить не только о спектаклях, а, например, о прямых трансляциях из балета Большого театра, не каждый самарец сегодня может позволить себе поехать. Ну, все он большой, поехал. Поехать большой, посмотреть. Мы можем показать в режиме онлайн балет из Большого театра. И более того, любой зритель здесь, в Самаре, да, не выезжая, может увидеть. Немоверную вот эту актерскую игру. Ведь это не просто танец, да, это определенное выражение лица, да, эти улыбки, глаза, то есть это какие-то жесты, символы, все, что происходит на сцене, там, если это спектакль, это какие-то письма. То есть здесь показаны настолько крупные планы. Что иногда заднего ряда ты не увидишь, когда... Ну, просто до глубины души, то есть если это будет кориолант, то есть там есть вещи, которые, ну, действительно, там, и даже из третьего ряда в обычном спектакле, ну, как бы в обычном зале ты не увидишь. Здесь ты увидишь все, потому что тебе камера покажет это максимально близко, ты как будто бы находишься сам на сцене. Поэтому я люблю смотреть и телетрансляцию спектаклей, и спектакли в кино. У нас есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Буря. Очень приятно. По поводу... Да. По поводу, как раз здесь, ну, все предыдует, вытекать, мне хотелось бы сделать предложение, чтобы показывали ретро-фильмы, вот как идут ретро-дискотеки, да, в 80-х. Так. Очень хотелось бы посмотреть просто зайти в кинотеатр и посмотреть, в общем, в зале, посмеяться, старые, добрые фильмы, типа вот этих веселых ребят, или итальянцы в России, вот что-то такое, но именно в кинотеатре охота будут смотреть, и все остальные новые фильмы. Спасибо. Что скажете? Мне кажется, давно пора. Я думаю, что мы обязательно проработаем это предложение, посмотрим, как это можно сделать. Тут вопрос с фильмами, мне кажется, можно нон-стопом смотреть, 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 и столько их не пересмотришь. Вот, или голосование, да, какую-нибудь устраивать тоже можно. Кстати, запросто, у нас очень большая группа ВКонтакте, у нас очень активный сайт с обратной связью, то есть мы всегда стараемся, ну, не все нравимся, а всегда отвечаем, да, если нам идет запрос, мне друзья звонят, а можно нам показать вот такую-то оперу, а вот такой-то фильм? Я говорю, ребята, вот все, что будет в моих силах, я обязательно сделаю. Если это, в принципе, возможно в России, то мы вам сама это покажем. Я так понимаю, Екатерина, тоже выезжаете куда-то, знакомитесь с новинками киноиндустрии? Безусловно. Посещаете какие-то фестивали, что-то привозите? Да, обязательно. Каждый квартал, да, мы ездим, Москва, Санкт-Петербург, Сочи на российские кинорынки, где все, в принципе, премьеры следующего квартала или даже года показывают, то есть оттуда привозим новые впечатления, соответственно, выбираем лучшее и уже, в свою очередь, показываем вам. Как приятно это слышать. Знаю, что декабрем тоже все не ограничивается, в декабре очень много всяких тоже премьер интересных, в том числе я нашла восьмой кинофестиваль немецкого кино «Берлинале» в Самаре 2015 с 9 по 13 декабря. Что-то там творится будет невероятно тоже. Еще один интересный, я сейчас немножко начну, еще один интересный формат не просто фильмы, а показывать какие-то фильмы, которые не кассовые, арт-хаус, какое-то игровое кино. Кино не для всех, да, для ценителей. С аншлагами в октябре прошел британский фестиваль, фестиваль британского кино. Тоже билетов совершенно не было уже за три недели до показа. Был какой-то неумоверный ажиотаж. Вот сейчас мы делаем, опять-таки, фестиваль уже теперь немецкого кино. С 9 числа в течение пяти дней можно будет посмотреть лучшие фильмы последних лет немецкого кинематографа. И также есть очень нашумевшие такие исторические фильмы. Так что у нас на сайте можно все посмотреть, ознакомиться с программой. И уже сейчас идет бронирование очень активно. Торопитесь, кому вот интересен такой формат. Друзья, ну давайте сейчас тоже с вами немножечко поиграем. У нас есть для вас еще билетики в кино. Для тех, кто, может быть, не знает, чем занять себя вечером, смело можете сейчас принимать участие в нашем конкурсе. Смотрим на экран буквально не очень долго и угадываем, что же это за фильм. 202.11.22. Если вы угадали, что это за фильм, не подсказывайте, не подсказывайте. Я могу ошибаться. Ну, тем не менее, ждем ваших звонков. Друзья, билетики в кино также вас ждут. Ну и, мне кажется, все ждут этой премьеры. Все ждут. Я не знаю, все пересматривают мультики, все пересматривают сезоны, эпизоды и т.д. и т.п. Неравнодушные поклонники такого замечательного, мне кажется, эпохального проекта, как «Звездные войны», 17 декабря тоже соберутся в кино «Вертикали». Что там будет? 17 декабря – это дата, которую ждут действительно все поклонники и данного фильма, и, в принципе, там, новинок кино. Это дата, в которую выйдет, наконец-то, покажем седьмой эпизод «Звездных войнов», пробуждение силы. И в этот день мы по традиции, как всегда, для наших гостей, для наших поклонников, для фанатов фильма готовим встречу фанатов, который пройдет в холле. Все «Звездные войны» будут, я так понимаю, да? Мы не сможем показать все «Звездные войны», но при всем при этом мы соберем ту тусовку, ту атмосферу, мы сделаем все максимальное, чтобы создать атмосферность этого фильма, чтобы те гости, которые придут на премьеру в этот вечер, могли прочувствовать, окунуться и, конечно, выиграть какие-то сувениры, подарки, призы. Катя не рассказывает, что там были бои на вещах. Да-да-да, костюмы, все «Звездные войны» придут к нам. Да, то есть мы пригласили ребятов, косплейщиков, которые придут в костюмах. То есть это будут бои на световых мечах. Каждый сможет почувствовать себя просто практически героем этого фильма. Затем, конечно, отправиться, посмотреть премьеру одним из первых в день премьеры и уже поделиться впечатлениями со своими друзьями, знакомыми. Мне кажется, некоторые будут несколько раз ходить. Потому что это такой фильм, который, мне кажется, ждут, я не знаю, сколько миллионов. На большом экране в 3D особенно посмотреть, что они делали. В 3D, да, не все же смотрели. Все предыдущие, они в 3D этому не выходили. Это вот такая... Некоторые же старые фильмы переснимают специально потом в 3D форму. Вот такие любители, я так понимаю, собрались. До сих пор «Ситаника» просят в 3D показать. Да, я прошу, покажите. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, кадр из фильма. Мы уже выяснили, что это актер Уилл Смит. Для вас, если не знаком этот фильм, давайте пытайтесь счастья, те, кто когда-либо видел этот, не знаю, легендарный фильм. Тут уж, мне кажется, подсказок больше, чем достаточно. 202-11-22. Кстати, о каких-то крупных премьерах вот уже на этой неделе, которые и состоялись, и будут. Есть ли какие-то фильмы, которые, может быть, заслуживают внимания тех, кто еще не сходил в кино? Ну, здесь вот в этот четверг уже... 26-го. Да, 26-го ноября в этот четверг выйдет в прокат очень яркий проект. Это фильм «Виктор Франкенштейн». Очередная история про специфического, да, человека, который создал это существо, да, это история, драма, это триллер в формате такого, даже ужаса по атмосфере, да, фильма сделан. Вот поэтому мы всех ждем в кино, кто именно вот любитель, ценитель. Чекостать себе нервишки, да? Да, да, да. Ну, такой впечатляющий достаточно, впечатляющий съемки, да, на кинорынках в последнем показывали достаточно большие отрылки из фильма, ну, на самом деле впечатлило. Такие достаточно качественные, хорошие фильмы. Друзья, ну, если на звонок давайте принимать. Для детей, какие у нас тоже много интересов. Сейчас расскажем. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Очень приятно, Сергей. Когда последний раз с Сергеем, вы были в кино? Ну, грубо говоря, наверное, пару недель назад, может быть. Ну, ждете какую-то премьеру? Собираетесь ли биться на световых мечах? Ну, в принципе, являюсь поклонником «Звездных войн». Смотрел все части этого фильма и не против исходить на примеры. Ну, удачи, дерзайте. Я думаю, будет что-то заготовлено организаторами, какие-нибудь даже розыгрыши. Но, тем не менее, у нас кинокадр. Давайте сейчас на него посмотрим. Что за фильм? Так, фильм называется «Я – легенда». Смотрели? Смотрели, раз угадали. Ну, конечно, смотрели. Очень понравилось. Здорово. Спасибо большое, Сережа. Удачи вам сходить в кино. Может быть, даже с какой-нибудь приятной барышней. Спасибо большое. У нас есть еще, я так понимаю, информация для детей и родителей. Что за фильм «Мультик Савва», о котором так все говорят? Да, это наш российский проект, это студия анимационного кино «Мельница», это которые рисовали и «Серого волка», который… Специалисты по детским мультикам. Да, 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 большие специалисты. Кстати, опять-таки, в последний раз в Москве были у них в их большом-большом доме, где они все вместе сидят. Это специально построенный для них трехэтажный, достаточно большой дом. Он такой очень интересный, это студия «Мельница», они все там сидят в одном месте. Это, конечно, грандиозная индустрия, вообще очень впечатлила. Для детей все очень просто не бывает. Да, да, да. Так вот, это те люди, которые богатырей нам подарили, это те люди, которые «Серого волка» очередного. Для нас уже, наверное, все завершили, который выйдет 1 января, и мы его все очень ждем. Что он возвращается. Да, снова возвращается. «Савва» – это также один из проектов «Мельницы», который они тоже очень долго, по-моему, в течение двух лет-трех лет отрисовывали. И вот, наконец-то, он вышел на экраны, и очень много деток, на самом деле, пришло к нам в кинотеатр. Катя смотрела? Я не смотрела проект, просто хочется отметить, что это первый российский мультфильм, который выйдет в широкий прокат в более чем в 50 странах мира. Вот это да. Единственный фильм. Он действительно достойный, и сейчас, буквально на следующей неделе, ему на смену придет уже мировая премьера «Хороший динозавр», который нам привезет Sony Pictures и Disney Studios. Такой, ну, я думаю, что производитель сам о себе говорит. Это очень масштабный, грандиозный проект. С утра до вечера будут сеансы, поэтому я думаю, что все найдут время. Все идем в кино, друзья. Всей семьей. Спасибо большое вам, девушки, что пришли, рассказали. Ну, а вам, друзья, хорошего настроения. Теперь вы знаете, где это хорошее настроение можно найти в приятной обстановке. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова